Продолжаем тему «Магия или наука?». Сейчас я расскажу вам, вы сами поймёте по предыдущим роликам, если кто-то смотрел, каким образом ставится кодировка. Но дело в том, что иногда злостной кодировки нет. Но сам организм и его эмоции могут реагировать на это, как кодировка. Вот рассказываю первый случай. Первый случай был у меня лет, наверное, 15 назад. Пришла ко мне женщина. И эта женщина мне рассказывает. Говорит, вы знаете, у меня постоянно повышается давление. Я не выхожу из дома, даже в магазин не могу сказать. Я хожу всё время с тонометром. Я контролирую. У меня фобия такая, что это караул. Постоянно у меня давление. Я боюсь, что я могу умереть от этого давления и всё остальное. Говорит, у меня всё хорошо. С мужем хорошо, великолепно. Дети есть. Достаток есть. Всё есть. Но вот это мне мешает жить. Оказывается. Вот смотрите, что произошло. Вы сейчас сами всё уже, вы по моим роликам уже посмотрели. Вот эту линию, как это всё делается. И посмотрите, как нечаянно у этой женщины поставили ей именно кодировочку. Кодировочку, программу на самоуничтожение. У ней где-то, ей было лет 25, наверное, у ней умерла мама. Маме было где-то 48, вот так, около 50 лет. У ней практически она на руках умерла от инсульта. Поднялась давление. Инсульт и быстрая скоропастирная смерть. В это время был врач. Вот представьте, какое эмоциональное настроение было у женщины, у которой вот только умерла мама. Конечно, она была пробиваема в этом отношении. Вспомните, как кодировку, я вам писала, когда на похудение делают, человека выводят на эмоции или эмоции страха, или эмоции возмущения и всё остальное, и в это время ставят именно программу на водичку. Вот здесь та же самая история, только она пошла неосознанно. И она вот в таком состоянии спрашивает у врача, скажите, я тоже могу, если это моя мама, я тоже могу точно так же, как и она от инсульта, быстро вот это умереть из давления и всё остальное. И он спрашивает, а сколько вам лет? Она говорит, мне 25 лет. Ну, говорит, до 40 лет можете жить спокойно. До 40 лет она жила спокойно. В 40 лет пришло всё. Вот это давление расти начало. Программа начала срабатывать. Она ходила именно вот с этой грушей, которая есть у ней. Тогда ещё не было вот что надевали, будем говорить, как браслетик. Что я сделала? Я говорю, с аппаратом? Она говорит, с аппаратом. Я говорю, давай вноси его сюда. Она принесла, я говорю, умери давление. Она померила давление. После этого я ей применила, как по суджоку снимается давление. Пальчики. Видите, пальчики. Вот так берёте и вот так вот. Вот так до этих корешков от ногтика. Вот так берёте и снимаете. Можно достаточно так сильно нажимать. Можно так. Только вот именно вот тут. Если дальше будет, там будет подниматься давление. Это суджок. Поэтому, кто захочет, кстати, может прийти ко мне на занятие по суджок. За час-двадцать я даю схему, где вы можете находить эти точки. Точки – это обезболивающие и всё остальное. Поэтому пишите на электрон адрес. Вы знаете мои все данные. Там везде написано. Может приходить. Так вот, что дальше. Вот. Я проработала её вот так вот пальчики. Это снимается давление. Если поднимать, надо вверх. А если опускать вниз, вот так вот. До, вот именно корешка, начала пальчика. Две минуты. Я говорю, мерей. Она померяла. Упала. Потом дальше. Ещё разок где-то я минуты три работала. Говорю, теперь мерей. Ещё хорошо упало давление. Практически нормализовалось. Она говорит, это магия. Я говорю, это не магия, это суджок. То есть, ты можешь, если чувствуешь, что попало давление, где бы ты ни шла, раз, вот точно так же пальчики. Никто не видит. Гладишь и гладишь пальчики-то. Поэтому. И всё. И у тебя вот этот аппарат рядом. Понимаешь? Всё. Женщина больше не приходила. Всё нормально. Всё хорошо. Вот таким вот образом, где-то, ну, перенесли её, вот эту, убрали эту программу. Он говорит, может, программу-то и не убрали. Ну, как она, скорее всего, убрала. То есть, эта помощь у ней пришла. Она наверняка дома поэкспериментировала, посмотрела, что это работает. И всё. Вот так вот ставится страх, когда ей поставили. Так, в 40 лет всё, можешь умереть от давления, как мама. И всё. И он в 40 лет ровно эта программа сработала. Следующее. В следующем ролике я вам расскажу ещё по снам, как мы определили. Вот именно, как могут нечаянно поставить вот эту программу, будем говорить так, своим близким людям. Но я ещё хочу что сказать. Вот точно так же программу ставят, будем говорить, жён на мужей, будем говорить так. Иногда сами люди ставят. Вот у меня умер папа в 40 лет или в 50 лет, и я точно так же умру. Понимаете? Человек себя кодирует. То есть, я умру. Значит, у него начинается. Ну, хорошо, тут не страхи. У него просто вот идёт именно вот это. А если страх? А если эмоции? Мы уже знаем, что эмоции, когда идут сильные эмоции, человек пробиваем. Поэтому здесь не надо, будем говорить, сильно вот эти вот раскачивать качели. Страх, ужас, обиды и прочее, прочее. Это всё ваше поле пробиваемое. И вот на этих эмоциях могут поставить программу. Как вот сейчас, вот я говорила. Врач нечаянно поставил программу. И такое нечаянно очень часто бывает, поверьте мне. Вот то же самое, как жена мужу. Вот сколько я видела мужчин, которые становятся импотентами при жёнах. Потом они с жёнами разводятся, попадают к другой женщине, и у них начинает всё быть нормально. Понимаете? Почему? Жена ставит программу, что он никакой мужчина в постели. Или никакой, или у него, будем говорить, не поднимается в этом отношении, что у него и плохо. А если мужчина устал, если в семье не очень хорошо, да, тогда, ну, будем говорить, очень секс у нас же в голове в основном-то. Понимаете? И вот тут, вот если ты поругался с женой или жена с тобой, и там долгое время ты даже её не можешь рассматривать, будем говорить, ложиться в постель, надо всё-таки тандем какой-то хороший, эмоциональный. А у мужчины с этим делом, ну, будем говорить, всё в голове. Вот правильно же говорят. И всё. И женщина потом начинает. Да ты мужчина никакой. А мужчине для этого это очень больно. Почему? Потому что для них это очень важно. Если для женщины это менее важно, то для мужчины это караульно. Одна женщина говорит, что для женщины? Мы-то, говорит, полежим. Вот вы-то постойте. Вот у них такой аппарат устроен, что очень много зависит. У женщины это не зависит, поэтому для неё это не важно. А у мужчины от эмоционального состояния зависит. Почему? Поднялся пардон или не поднялся. Поэтому вот это вот идёт. И когда жена начинает в эмоциях выводить на эмоции, говорит, что ты никакой мужчина, у тебя никогда пардон, ни это самое не стоит, и всё остальное, ты раз в полгода, и всё. Всё. Стоит программа, что ты никакой. И он уже всё думает, на себе положил крест. У меня были такие случаи, когда мужчина вот именно приходил, и он боялся, что с другими женщинами у него ничего не получится. Любая женщина, если она правильный подход находит, диета, спорт и всё остальное, и восстанавливается пардон всё. Даже иногда можно немножечко, иногда таблеточек попить в это время. Почему? Потому что правильный подход. И когда вот стимулирует женщина. Понимаете? Очень многое зависит ещё от женщины. Почему? Некоторые бабушки говорили, что мужчинам нельзя отказывать. Нельзя отказывать, нельзя говорить. Почему? Потому что тогда мужчина или на сторону пойдёт, или у него всё будет там не очень хорошо. Именно вот кодировочка женщины может именно вот таким вот образом сработать. Точно такая же кодировочка может сработать на ребёнка. Когда вы, например, на него кричите, ругаете, вспомните, водичка. Водичка, она вот именно вот эта вот, она подвержена именно той информации, которая может быть. А если эмоции, а что эмоции? Когда вы кричите на ребёнка или это, он тоже эмоционален, он тоже переживает, он тоже это самое. И может пробивать. И поэтому, можете поставить программу, что вот вырастешь, пойдёшь в дворники. То есть не учишься, не хочешь учиться, и всё остальное пойдёт в дворники. Ну, в принципе, ребёнок может и не учиться, и выбирать профессию, не ту, которую любят, а та, которая без образования. Понимаете? А потом иногда, когда кто-то смотрит и говорит, да, ну тебе вот стоит программа. Программа, вот порча стоит, всё остальное. Да и наше подсознание может показывать, что стоит порча. Почему? Портить судьбу, портить сексуальную жизнь, портить, будем говорить, профессиональное направление. Вот это может быть. Поэтому эпизодически надо всё-таки иногда счищать вот это всё. Да, есть возможности именно вот это тоже убрать. Это есть такое. Если кто-то захочет, может обращаться. Там есть плейлист, там есть такие, которые работающие показывают программы по снам. Мы будем говорить, что по снам самый верный путь увидеть, сняли с вас или нет, есть на вас или нет. Это сны. Это сны. Но я почему рассказываю именно вот по снам? Может быть, именно показывать вот такая порча. То есть кто-то поставил программу на вас. То есть вот, пожалуйста, жена поставила программу, что у тебя никогда не будет, пардон, стоять по этому самому, что никогда не будут эти отношения. И мужчина, а каким образом? Я вам только что сказала, каким образом. Вот точно так же, как и врач поставил. Вот, да, 40 лет, всё, поэтому. И поэтому иногда бывают и какие-то вот программы, да, вот если вот эта болезнь, она не излечивается, никогда не излечится. Многие люди излечиваются от неизлечимых болезней. А вот это вот стоит, что врач сказал, значит, это точно нет. Мне очень нравится высказывание одного врача, я уже не помню, какого. Он сказал, не важно, что вас вылечит. Врачи, народная медицина, целители какие-то, экстрасенсы, сами каким-то образом психотерапевты. Не важно, пробуйте, стучитесь, что-то подойдёт, как сказано, стучитесь и двери вам откроют. Поэтому по снам можно посмотреть, висит на вас программа или нет. Сняли вас вам или нет. И вот тот плейлист, который есть, там есть, именно вот, который подтверждается, что эти методы работают. Там, по-моему, около 28 или сколько там методов. Там есть необычные такие методы, которые, как бы, немножко, будем говорить, кодами идут. Тоже интересная вещь. Если кто-то хочет, может обращаться. Так, на следующем ролике ещё расскажу, как нечаянно можно поставить порчу своим родным людям. И опять эмоции. Вот опять эмоции. Когда вот эмоции идут, именно в это время пробивается человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА